Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, рекомендуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и эксплуатации поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про представителя класса Кейкаров. Именно такие автомобили, импортируемые из Японии, могут оказаться достаточно свежего года выпуска, в хорошем состоянии, с небольшим пробегом за очень и очень даже вменяемые деньги по нынешним временам. Такие автомобили расходуют мало топлива, имеют очень низкую ставку транспортного налога и при этом многие из них в практичности не уступят более крупным собратьям. Один из таких вариантов как раз и попал сегодня в наши руки. Так давайте посмотрим поближе, что же собой представляет Nissan Days Rux. Встречайте! Ниссан Days Rux как модель дебютировал в 2014 году. Машина выпускалась достаточно продолжительный по современным меркам период, целых 6 лет. Последние экземпляры съехали со сборочных линий в 2020. При этом в 2016 году машина подверглась рестайлингу, наглядный результат которого вы можете наблюдать на примере нашего экземпляра 2019 года выпуска. Что касается гаммы двигателей, то обширной она здесь не была. По сути, одна и та же силовая установка была представлена лишь в безнаддувном и наддувном вариантах. 49 и, соответственно, 64 лошадиные силы. Коробка передач только вариаторная. А по типу привода машинки могли быть как с передним, так и с полным приводом. В нашем случае под капотом атмосферник 49 лошадиных сил, вариатор и только одна ведущая ось. При первом взгляде со стороны видно, что Nissan Days версии RUX отличается от большинства кейкаров в первую очередь своими пропорциями. Длина у этой машины для кейкара в целом стандартная. Он очень короткий на самом деле. 3 метра 39 сантиметров. Ширина кузова 1,47 метра. Ну а вот высота в данном случае составляет целых 177 сантиметров, что для компактного автомобиля практически рекордный показатель. Расстояние между осями на этом автомобиле 2 метра 43 сантиметра. Примечательно также и то, что несмотря на свои внешние компактные размеры, эта машина получилась весьма безопасной, продемонстрировав завидные результаты на краш-тестах по методике Euron Cap. Таким образом, в сухом остатке машина занимает минимум места на дороге, но содержит максимум места внутри, в том числе благодаря высоте. Давайте посмотрим, что же это значит на практике в плане габаритных размеров салона и багажного отделения. Начнем с багажника. Что касается размеров проема, то он здесь, как и следует ожидать, весьма немаленький. В самом широком месте ширина проема порядка 102-103 сантиметров. Ну а что касается высоты, то это порядка 108 сантиметров до накладки потолка. Что более чем достаточно для компактного автомобиля и подавляющее большинство громоздких вещей сюда можно будет уместить без какой-либо проблемы. Кстати говоря, по диагонали грузите хоть нечто шириной до метр двадцати. Также при сложенных задних сидениях длина багажного отделения у нас возрастает с небольших штатных значений до порядка 131 сантиметра. Если же груз более габаритный, то скорее всего можно будет попытаться лишь наклонить максимально назад спинку переднего сидения, сдвинув его до упора к панели. Но вперед спинка в данном случае не складывается, поэтому ровной погрузочной площадки тут вам в любом случае получить не удастся. В том случае, если же вам нужно пространство для задних пассажиров, то объем багажника, как это и следовало ожидать, сокращается до весьма скромных размеров. В данном случае он составляет всего 25 сантиметров. Но если вы сдвинете сидение до упора вперед, то полезное пространство для груза увеличится уже до 50 сантиметров. Под фальшполом багажника содержится небольшая формованная пенопластовая емкость, где находится в частности штатный инструмент. Но ничего более существенного сюда погрузить уже не получится. Хотя для компактного автомобиля этого в целом будет достаточно. Ну а теперь поговорим про салон Nissan Days Rooks. Первое, на что обращаешь внимание, попав сюда с непривычки, это огромную высоту потолка. Пространство над головой поистине исполинского объема. Даже салонное зеркало расположено непривычно высоко. И если на некоторых автомобилях, на внедорожниках, например, приходится привыкать к тому, что в боковое зеркало заднего вида приходится опускать взгляд, то в данном случае привыкать придется к тому, что зеркало заднего вида у вас теперь высоко над головой. При этом также обращает на себя внимание и низкая линия остекления, что обеспечивает некую аквариумность при нахождении в автомобиле и очень хорошую обзорность, которой в том числе способствуют и дополнительные стекла в широченных передних стойках. Так что каких-либо слепых зон при поворотах у вас здесь не будет. Для маневрирования все очень удобно. И ни один пешеход при правом или левом повороте от вашего взгляда за стойкой у вас не спрячется. На дополнительное ощущение простора работает и обратный наклон приборной панели, которая заканчивается где-то очень-очень далеко. Дотянуться до края можно с большим трудом. Что касается самой архитектуры панели, то в принципе все здесь находится на привычных местах, все под рукой. Такие вещи, как подстаканники для водителя и переднего пассажира здесь, конечно, присутствуют. Также есть крючочек для мелких вещей, стандартный перчаточный ящик, впрочем, не особо объемный. Розетка на 12 вольт снизу и дополнительный бардачок по центру передней панели. Правда, он весьма неглубокий и по сути дела сюда можно либо поставить что-то вертикальное, например, смартфон, либо положить какую-то плоскую мелочь, возможно, кредитные карты, либо что-то еще. Комплектация в нашем случае далеко не самая максимальная. Здесь обычный кондиционер с крутилками, которые находятся под рукой и довольно удобны в использовании. Плюс тактильно приятные, никаких дешевых щелчков здесь на самом деле нет. Все переключается с хорошим приятным усилием. Электропакет, разумеется, полный. Ну и штатный монитор в данном случае имеет камеру заднего вида, что очень удобно при маневрировании. Посадка, естественно, здесь достаточно вертикальная, но при этом мне с ростом 186 см быстро удалось подобрать оптимальную и удобную посадку за рулем автомобиля. Подлокотники здесь на местах. Есть также и центральный подлокотник, которым можно разделить сплошной диван в передней части при необходимости. Сидение регулируется, если говорить про водительское кресло, не только по углу наклона спинки и по длине. Причем диапазон регулировки в целом достаточно широкий здесь. Также есть регулировка сидения по высоте, именно у водительской части, что также позволяет, в общем-то, устроиться оптимально. Ну и регулировка руля только по высоте, по наклону, по вылету руль не регулируется. Но, в принципе, в данном случае этого более чем достаточно. Ну а теперь, что касается пространства для задних пассажиров. В данном случае ширина автомобиля, конечно, очень небольшая. Поэтому третий человек здесь явно лишний. На что конструкторы и намекали, никакого среднего ремня здесь нет. Да и взрослый здесь просто посредине уже не поместится. В данном случае у нас бросается в глаза абсолютно ровный пол. И в целом, даже при стандартном, абсолютно вертикальном положении спинки, сидеть довольно-таки удобно. Правда, можно пожаловаться на отсутствие какого-либо подлокотника, кроме, собственно, подоконника на двери. Есть крючок для мелкой поклажи на переднем сидении. И на этом, пожалуй, всё. Кроме того, в данном случае сидения у нас имеют регулировку по наклону. Можно выставить спинку даже вот в такое положение. Да, максимально наклонённое в этом случае получается уже очень удобное место. И не забываем про широченную регулировку сидения по длине. Соответственно, задние кресла вы тоже можете регулировать по расстоянию от вот такого положения, когда вы упираетесь коленями в спину водителю, до положения, прощай, багажник. Когда максимально сдвинувшись назад, вы получаете уже очень большое пространство для ног. И в таком вот положении можно запросто отправляться в дальнюю поездку. Дискомфорта здесь точно не будет. Что касается механизма складывания задних сидений, то он здесь довольно-таки оригинальный. Складываются сидения только из самого крайнего заднего положения. Для этого просто достаточно потянуть за ручку на спинке. Сидение выходит из зацепления с крепежными элементами на полу багажника и просто падает в ноги пассажиру. Получается практически ровный пол. Под капотом Nissan Days Rooks может находиться один из двух вариантов моторов 3B20 и 3B20T. Эти двигатели по своему индексу тонко намекают на происхождение. А авторство этих силовых установок принадлежит компании Mitsubishi. Собственно говоря, единственное различие это наличие турбины. Двигатели конструктивно простые. Это полностью алюминиевые рядные трехцилиндровые агрегаты. Привод ГРМ здесь цепной. Есть фазовращатель типа MiVec и два верхних распредвала. Клапанов соответственно 12, а гидрокомпенсаторов здесь нет. Поэтому регулировку зазоров клапанов по идее нужно выполнять раз в 100 тысяч километров пробега. Но по симптоматике. Если зазоры в порядке, соответственно лишний раз лезть туда не нужно. Впрыск топлива здесь самый обыкновенный распределенный. Никаких новомодных систем в виде ТНВД и форсунок высокого давления на этих моторах компания Mitsubishi не применяла. По своему ресурсу эти силовые установки изначально были рассчитаны на пробеги порядка 200 тысяч километров. Но наверняка найдутся и те, кто уже проехал на подобных автомобилях больше. Поскольку, как показывает практика, данный двигатель при условии нормального регулярного обслуживания способен отработать и за 250 под 300 тысяч километров. Единственное, с чем по ходу дела столкнется владелец подобного автомобиля, это вполне возможно замена цепи ГРМ на пробегах за 150 ближе к 200 тысячам. И как вариант, если на данных двигателях допустить закоксовывание агрегата, то есть редко менять масло, либо налить сюда масло ненадлежащего качества, то вполне возможно вы столкнетесь с масложором на пробегах уже под 150 тысяч километров. С учетом малого объема заливаемого сюда масла, можно эту процедуру выполнять и раз в 5-7 тысяч километров, тем самым обезопасив себя от неприятностей в будущем. Также стоит отметить, что на этих двигателях имеет смысл крайне внимательно относиться к работоспособности всей системы охлаждения, поскольку эти силовые установки абсолютно не терпят перегрева, и результатом хорошего кипячения мотора может стать даже поведенная головка блока цилиндров. Кстати, на этих двигателях встречается также и проблема с прокладкой свечных колодцев. В данном случае уплотнения высыхают, и из-под клапанной крышки в свечные колодцы может начать попадать масло. Но это по большому счету и все. Каких-либо других болячек по данным моторам обнаружено так и не было. Установки на самом деле весьма надежные, исправно бегают и кушают очень мало бензина. Ну а если страшное все-таки случилось, и на вашем Nissan Days Rooks или на Mitsubishi E-Quagon случилась гибель мотора, то стоимость контрактных агрегатов даже на данный момент времени составляет порядка 16-17 тысяч, если говорить про атмосферный вариант, и порядка 30 тысяч рублей, если речь идет про его турбособрата. Что по сравнению со многими немецкими автомобилями или просто с машинами более крупного класса, по сути, копейки. Какой из двух вариантов этих моторов предпочесть? Если ваша эксплуатация в основном городская, то 49 лошадиных сил и 59 ньютонов на метр крутящего у атмосферного варианта вам будет в принципе достаточно. Если же вы хотите все же пошустрить или так или иначе планируете использовать этот автомобиль за городом, то вам дорога к турбоверсии. 64 лошадиные силы, но при этом намного больший крутящий момент в 98 ньютонов на метр. Но и требования к качеству топлива и интервалам замены масла, конечно, будет построже. Что касается коробок передач, то вот здесь выбора у покупателей автомобиля Nissan Days Rooks по сути дела и не было. Единственный вариант трансмиссии на этих автомобилях это вариаторная коробка. Причем вариатор этот достаточно хорошо известная модель известной же фирмы Jatka GF 015. Соответственно при замене рабочей жидкости вы будете использовать фирменную ниссановскую жидкость NS3, либо ее аналоги. Помните, что жизнь вашей вариаторной коробки значительно продлит не только бережная эксплуатация, но и регулярная замена рабочей жидкости с фильтрами, которых здесь кстати говоря два. Выполнять эту процедуру рекомендуется раз в 40 тысяч пробегов. Прогноз жизни вариатора JF 015, который кстати говоря на рубеже 14-15 годов выпуска агрегата излечился от большинства своих детских болячек, с которыми сталкивались, например, владельцы автомобиля Nissan Juke 11-12 годов и так далее, достаточно благоприятный. С учетом того, что в данном случае этот агрегат соседствует с маломощными, по сути дела, моторами, с небольшим крутящим моментом, на которые он рассчитан с некоторым даже запасом. Ну а теперь пока автомобиль на подъемнике, давайте глянем, что у нас происходит с показателями клиренса. Но не под низшей точкой, а, например, под бамперами, которые и принимают на себя обычно всю тяжесть контакта с бордюрами и прочей дорожной действительностью. Расстояние между землей и низом переднего бампера составляет порядка 18 сантиметров, хотя его и несколько скрадывает резиновый фартук-брызговик. Но к большинству поребриков в наших городах можно подъезжать, абсолютно не опасаясь повредить пластик. Расстояние же до переднего поддомкратника в данном случае порядка 17 сантиметров, что несколько поменьше. Ну а если вам обязательно нужно потрогать колесом очень высокий поребрик, советуем делать это задним ходом. В данном случае расстояние от земли до края заднего бампера порядка 28 сантиметров. Единственное, что может внезапно пострадать при таком контакте, это выхлопная труба, которая находится чуть-чуть пониже. Что касается ходовой части, то конструкция, например, передней подвески у Nissan Days Rooks, в общем-то, традиционная для автомобилей данного класса. Это обычный Макферсон. В нашей комплектации есть стабилизатор поперечной устойчивости, и его стоечки выглядят весьма основательно. Кроме того, они очень небольшие по длине, и с большой долей вероятности будут служить достаточно долго. Нижние шаровые опоры в данном случае меняются по задумке конструкторов только вместе с нижними же рычагами, что в случае необходимости их замены может вылиться в достаточно небюджетный ремонт подвески, с учетом того, что цены на запасные части для подобных автомобилей по ходовке могут кусаться. Ну а в случае, если вы задумаете поставить сюда дубликатную шаровую опору, советуем сначала изучить опыт владельцев подобных машин по части замены этих самых шаровых. Далеко не факт, что первый попавшийся купленный дубликат нормально встанет сюда по размерам без подгонки. Рулевая рейка на этих автомобилях уже традиционно электрическая, усилитель руля тоже электро, соответственно, никаких проблем с ее течью здесь быть по определению не может. Но в случае выхода ее из строя, скорее всего, дешевле и проще будет заказать контрактный механизм, а не заниматься его переборкой. Задняя подвеска на этих автомобилях в любом случае будет зависимая. Единственное ее отличие от, например, классики жанра обычной балки состоит в том, что все же сайлинг-блоков здесь больше, поскольку задняя ходовка собрана, по сути, на больших продольных рычагах. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля все же обратите внимание на то, чтобы сайлинг-блоки в подвеске были исправны. Хотя, по сравнению с классическими многорычажками, например, на Хонде Аккорд, здесь все очень и очень просто. В случае, если вы смотрите автомобиль с полным приводом, плюсом к диагностике снизу добавится и проверка исправности карданного вала, а также исправности сальников заднего редуктора и его хвостовика. Что касается тормозной системы, спереди дисковые тормоза, ну а сзади барабаны, что также для данного класса автомобилей вполне типично. В данном случае пробег автомобиля по Японии 129 тысяч километров и каких-либо нареканий по части ходовой к этой машине нет. Все здесь абсолютно в исправном состоянии, никаких лишних звуков, стуков и так далее нет. Кстати говоря, ходовая часть Nissan DS Rooks удивляет своей мягкостью при эксплуатации. Табуреточной жесткости от этого автомобиля на штатных пружинах и амортизаторах вы вряд ли добьетесь. Для кого-то это будет плюсом, ну а кто-то бросится искать заменители из более жестких, низких спортивных вариантов. На этом мы завершаем краткий обзор автомобиля Nissan DS Rooks 2019 года выпуска. Если обзор вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Кроме того, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах далее. Ну а если у вас есть или был подобный автомобиль, и вы проехали на нем достаточно, чтобы вам было чем нас поправить и чем нас дополнить, указывайте это в комментариях. Ведь людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может оказаться полезным. Ну а если вас заинтересовал именно этот экземпляр, который был на нашем подъемнике, то есть шанс, что к моменту выхода ролика машина все еще будет находиться у нас на продаже. Уточнить наличие этого автомобиля, а также его стоимости, какие-то дополнительные детали, вы можете в том числе и по телефону. Вся контактная информация будет в описании под этим видеороликом. На этом прощаемся. Спасибо за просмотр, хорошего дня и до новых встреч в эфире. Пока!